Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, Вечный зов, добра и света, Вечный зов родной земли. По решению общественности, это родительский комитет, Школы, это члены молодежно-школьного парламента, Это члены общероссийских межрегиональных и региональных общественных организаций, Приняли решение о создании центра российско-кубинской дружбы На базе школы номер 12, города Метещи, Московская область. Это решение было всеми поддержано. В последующем была проведена определенная организационная работа, В частности, общественные организации помогли нам приобрести музейный уголок, Где мы будем экспонаты выставлять, какие будем собирать, И в последующем развивать на этой базе центры. А также был подобран коллектив, Который наиболее, на наш взгляд, заинтересован в развитии данного центра, А также целеустремленные, уже отметившие себя в различных патриотических мероприятиях. В частности, и в последующем мы направили письмо На имя посла Республики Куба в Российской Федерации Господина Миля Ратмира Лассара Гарсия. Перед этим имела место продолжительная переписка, В частности, присутствующие здесь имеют своих родственников, Которые работали на Кубе, учились на Кубе, Их дети и внуки здесь также присутствуют. Ну, то есть, Куба многих здесь соединяет уже давняя дружеская связь. Поэтому, как бы, развилась вот эта идея, и получилось свое продолжение. Значит, в последующем мы подобрали вот примерно такой коллектив, Которым, во-первых, вошел один из основных идеологов открытия этого центра. Это Ушаков Владимир Георгиевич, представитель общества «Дружба Россия Куба». Значит, военный переводчик, испанец, международник, народец-дипломат, Автор книг и сценариев о Кубе, руководитель инициативной группы по именованию одной из площадей в Москве Имени Фиделя Кастро, член ассоциации друзей Испании, общества «Россия Куба», Координатор спортивно-патриотического движения «Дружба», Активист комиссии по патриотическому воспитанию населения Совета ветеранов Центрального аппарата МВД России, Исполнительный комитет общероссийской общественной организации «ЦРоссия» И один из инициаторов создания данного центра. От Управления образования округа и руководства школы Представляю вам Пельгарова Елену Петровну, учитель школы, Активист спортивно-патриотического движения «Дружба», Комиссия по патриотическому воспитанию населения Совета ветеранов Центрального аппарата МВД России, Исполнительный комитет общероссийской общественной организации «Офицеры России» И ответственный координатор работы Центра российско-кубинской дружбы среди детей и молодежи. То есть Центр будет непосредственно располагаться, как мы предполагаем, в школе, Соответственно, дети, молодежь, все будут в школы, И вот Елена Петровна непосредственно во взаимодействии с детьми будет там руководить работой данного центра. Значит, от Управления по работе с молодежью городского округа Матищи, Заведующая структурным подразделением «Энергия», Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» «Маяр». Шамкова Марина Васильевна. Ну, у нее лучшемногодетная семья Матищинского района, Она также активист и координатор всех перечисленных организаций, И также один из инициаторов создания этого центра. От общественности. Шамков Станислав Валерьевич, ваш покорный слуга, Давно уже на всех поприщах патриотического воспитания детей и молодежи работаем. Так, и от представителей детско-молодежных организаций. Это командир юнормейского отряда, председатель школьного молодежного парламента, Командир отряда юрид-школы, это Шамкова Любава Станиславовна, Победитель международных и региональных творческих конкурсов и соревнований спортивных. Дедушка конкретно работал на Кубе, участвовал в строительстве железных дорог. Вот в республике Кубок на протяжении трех лет, и бабушка там тоже, содействовала развитию дружбы. Это традиция. Да. Подольцева Екатерина Павловна, член молодежного парламента школы, и самый главный, член молодежного парламента округа. Также активист, спортсмен, отличник, боевой и психологической подготовки в нашей школе отмечается как один из активнейших наших соратников во всех действиях. Трушин Андрей Павлович, член юнормейского отряда, активист в спортивно-патриотическом движении, член молодежного школьного парламента. Мужчина активный, целеустремленный, всегда нам во всем помогает. Нам нужны мужчины, он очень интересуется Кубой и развитие международных отношений. Шамкова Лада Станиславовна, 12 лет, член отряда ЮИД, активист общероссийской общественной организации, чемпион Москвы и наградный победитель международных соревнований по рукопашному бою, воспитанник молодежного центра «Маяк», дедушка также строитель железных дорог на Кубе. Шамков Станиславович, детей, это скорее молодежь, а это скорее уже дети, которые также очень интересуются всем. Активист спортивно-патриотическое движение, победитель международных соревнований по рукопашному бою, уже целая стопка дипломов, грамот, медалей. То есть скромный такой мальчишка, купается в ледяной воде, сам заходит, берет флаг российский, если бы нам подарили кубинский флаг, заходить в ледяную воду и кричит «Россия вперед!» и таким образом совершается свое духовное развитие. Также воспитанник молодежного центра «Маяк», дедушка также строитель железных дорог на Кубе. Значит, сегодня дети подготовили... А, ну, видимо, представьте... Представьте от Кубы. Вы сами представите? Да, конечно. Вы сейчас представитесь или мы подарки сейчас будем дарить? Нет, давай будем сначала на презентацию. Сейчас представимся. А, представьтесь, пожалуйста. Ну, прежде всего, добро пожаловать, так мы должны начинать, добро пожаловать нашему посольству. Мы, конечно, получили ваше письмо. Сразу я дала посольству, конечно. И с его соглашением мы, конечно, будем работать с вами. Я в посольство занимаю пост советника послана по фактической вопросу, то есть, кто связан на солидарности или работы государства российской федерации. Все приносят англии, восприятия. Прежде всего, хочу поговорить с вашим очень внимательным письмом. И за то, что у вас была такая инициатива создана новый центр «Дружба с Кубой». Для нас это предоставляет большое уловоство, конечно. И мы хотели сказать, что мы можем напрямую работать, просто имеем упомянущее, работать с всем социальным и официальным организациям, которые существуют в Российской Федерации, с которыми мы развиваем очень хорошие работы. Поэтому еще раз хотела вас поговорить, что вы здесь. И особенно, чтобы среди нас много молодых людей. И дальше мы лучше еще управление. Это прекрасно. Я думаю, что мы можем сразу, как и сегодня начинаем, познакомиться друг с другом. Это первая рабочая встреча на самом деле. Раз у вас уже все официально, вы можете напрямую, когда хотите, обратиться ко мне. У нас в группе канцелярия работают 4 человека. И я именно снимаю вопросы из солидарности. У нас на Кубе есть у вас институты, на которые вы можете точно напрямую обратиться. Это Кубинский институт «Дружба народа». После того, как мы закончили сегодня наше собрание, мы информировали, что мы возникли новые организации из «Дружбой школы» и «СКОР», и они будут напрямую с вами переписаться дальше на русском языке. Потому что всегда у нас требовательные условия, которые работают по-будру в России, какие-то типа работы. А обязательно нам придется говорить на русском языке. для того, чтобы были активные, несомненные идеи или какие-то вопросы, которые существуют по дороге, работе. То есть спасибо огромное за то, что вы здесь. Такие красивенькие молодые люди, такие опытные, которые были срослые. И, конечно, очень благодарны, что через Учакова, то есть с помощью Учакова, с помощью ваших письмов мы довелись встречаться друг с другом. Конечно, предуставлены под большим удовольствием. Тоже просили посол, презентующий большой, огромный обман, обнимать воскрепь. И мы тогда начинали, как раз это первый начал рабочий музей встреч. Спасибо вам. В общем, это открыто наше мероприятие. Сейчас я предлагаю подарить подарки, которые мы привезли с собой. Вот детишки готовили очень долго, очень трепетно, некоторые из них. Так, еще один. Мы привезли с утра еще теплый пирог, чтобы было тепло, сытым, вкусным, приятным. Веснепринское, русско-кубинское, оно началось с нашего совместного мероприятия. Да, потом. Ручные работы, да? Вот так, положите. Положите. Подождите. Симпризонок? Вот здесь, вот так. Положите, вот так, вот, как я положила. Переплечись. Давайте сделаем. Это распаковывается. Так, вот, трон. Давайте сделаем. Вот. Вот. Ну, сейчас, давайте, возьмите. Сейчас каждый будет потихонечку, видимо, дарить и комментировать, да? Вот, смотрите. Спасибо. Давайте я видеокамеру возьму. Да, да. Так, можно на руках. Чуть символически. Сейчас. Нарушилась композиция, пока мы не везем. Ну, давайте, от школы, да. У нас таких времен года нету, как прекрасная осень. И мы знаем, что кубинцы очень не любят дождь. У них даже на работе иногда, насколько мы знаем, что ловить дождя не идут. Вот, чтобы вам напоминало о России, что у нас вот такое время, прекрасные годы есть, как осень. Ага. И дождливый, но красивый. Да, да, очень красивый. Так, теперь следующий, кто у нас дарит? Елена Петровна, наверное... Я просто говорю от детей. Просто вот эти вот картины рисовали детям в лапши класса. А туда можно, Елена Петровна? Вот. Композиции, это вот чисто русские композиции. Катенька, возьми. Да, на фоне, вот деревенской. Ну, это ребенок четвертый класс. А, дрыси, молодец. Так что третий, четвертый класс. Это из-за из-за. Из-за из-за. И тут вот забор. Тут вот такая композиция. Да, выкласс. Так что вот. Прекрасно. И вот еще. Это вот и такое. Так, это... Да. Хорошо. Свините, пожалуйста. Да, ничего. Просто положите? Да, просто положите пока, да. Так, следующий подарок. Кто у нас будет дарить? Слезло? Да. В фотографии тоже подарим. Да, обязательно. Ну, давай, Севла, давай. Ведь на фоне этого. Ириночка, Марина. Погромче только говори. Ну, говори, говори. Говорите. Я понимаю. Ну, говори спокойнее что-то. Ты хочешь развивать российскую дружбу, да? Я хочу, чтобы российская дружба была очень хорошая. И крепкая, да, да. Вот, изготовила своими руками. Да, подари, подай, хочу. Подари. Это у него... Поделка такая. Спасибо. Разумеется. Так, следующий подарочек, пожалуйста. Ну, такой вот маленький собор. Собранный своими детскими руками, да. Ну, смотрите, здесь небольшой символизм тоже в этом всем присутствует. Это копия собора Василия Блаженного в Москве. Но дело в том, что вот дедушка Лады, которую вот сейчас она подарила, его звали Василий Николаевич Заколодяжный. Так? Да. И вот получилось так, что чисто символически, что вот собор Василия Блаженного и дедушка, который вот когда-то работал на Кубе, да, ну, они вот чем-то вот все-таки Василий, Василий, да? Да. Вот. Это имеет такой небольшой символизм. Ну, красиво сделано. Спасибо. Да. И там везде тоже написано, что вознаменование открытия центра, то есть мы там еще наклеечку сделали. Да, 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 там внизу. Да, да, да. Вознаменование. Да, сегодняшняя дата. Написано. Да. Вознаменование открытия центра российско-кубинской дружбы в школе номер 12, город Матища, 31 октября 2017 года. Ну, красиво и аккуратно сделано. Так, следующий у нас. Ну, это как символ российско-кубинской дружбы. Здесь как бы Россия и Куба в одном целом, то есть в одном доме, как одно целое, как одно единое. Мы знаем то, что Россия и Куба сейчас ведет очень тесные отношения, взаимодействия во всех как бы видах деятельности. Вот. Мы надеемся то, что эта связь будет только крепнуть, с каждым годом все больше и больше. То, что мы больше будем взаимодействовать, то, что все будет у нас замечательно. И вот как символ вот этой крепости, единства, нашей дружбы. Вот как бы. Спасибо огромное. Такое подарок. Спасибо огромное. Ну вот. Крепость, крепость. Да, крепость. Оттуда подойди, Андрей. Можно же с котенькой. Котенька возьми тоже. Давайте вдвоем. Повернем, чтобы фотографии можно было. Это вообще Российская общественная организация офицера России, которая представляет нас любимый шампун. Ну, таким образом, мы предлагаем нашу официальную часть завершить и перейти к нашему неформальному общению, обсуждению идеологии работы нашего центра, как мы его будем дальше развивать, какие направления будем поддерживать, как мы это видим. Собственно, вот то, ради чего мы здесь собрались. За нами сила предков, а мы светлая рать, под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать, Под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать. Над нами благодать.